Возьмем пружинку с линки и подвесим ее за верхний виток. Каждый виток растягивается весом, который находится ниже него. Поэтому нижние витки почти не растянуты, а верхние растягиваются сильно. А теперь отпустим пружину. Все происходит очень быстро. Давайте посмотрим на это падение в замедленной съемке. Как интересно! Пружина сначала собирается к нижнему концу и только потом падает как целая. Рассмотрим систему попроще. Соединим пружиной два стальных шарика и повторим опыт. И опять мы видим то же самое. Нижний шар оставался неподвижным, пока не собралась вся пружина. Допустим, что пружина легче шаров настолько, что ее массой можно пренебречь. Натяжение пружины равно весу нижнего шара МЖ. Когда мы отпускаем нить, растянутая пружина продолжает уравновешивать вес нижнего шара. И он остается неподвижным, пока пружина не сократится. А на верхний шар действует сила 2 МЖ, поэтому он начинает двигаться вниз с ускорением 2 Ж. Отпущенная с линки ведет себя схожим образом. Легкий верхний виток разгоняется вниз весом всей пружины, поэтому он начинает двигаться вниз с ускорением много большим ускорения свободного падения. Это отлично видно, если отпустить вместе с пружинкой еще один груз. Он падает вниз с ускорением Ж, а верхний конец линки заметно его обгоняет. Мы сделали фотографии падающей пружинки через одинаковые промежутки времени. Верхний виток после резкого разгона летит с почти постоянной скоростью. Нижние витки остаются неподвижными, пока верхние витки до них не долетят. А потом они резко ускоряются и летят вниз. Вот и получается, что отдельные витки собираются вместе, как вагончики поезда.